Друзья, я говорю шепотом, потому что здесь большое эхо. Мы в цокольном этаже и начинаем, собственно, его заливку полов. Но прежде чем начать заливку, нам необходимо раскатать все контуры. Так как у меня здесь осталось несколько оконных проемов, через них я буду спускать песок в подвал. После чего я окна заделаю, это прям буквально вот быстро. Мы очень быстро должны это сделать. За окном уже начинает сентябрить, и вечерами уже погода прям такая становится холодная. А мы переехали. Мы бросили город навсегда, и надеюсь, мы туда уже не вернемся. Новоселье будет прям скоро, друзья. Но прежде чем его отпраздновать, мне необходимо, конечно же, запустить тепло. Я думаю, что запуск котла, это и будет такой некой отправной точкой нашего празднования новоселья. Я очень сильно этого жду, я жду этого 7 лет. Так, не буду сильно вас нагромождать лишней информацией. Видосы, по которым мы делали экструзию на пол еще той зимой, укладывали сетку, вязали ее изолентой. Вы можете увидеть на моем канале в разделе все про отопление, что-то такое. Сегодня же я вяжу дальше трубы теплого пола, устанавливаю коллектор в цокольном этаже, начинаем заливать. Походу вам все буду рассказывать. Может быть, даже смету подобью, сколько мне выходит отопление. Но, честно говоря, фасад, который вышел почти в единичку, просто отдыхает по сравнению с тем, сколько стоит отопление. Но мы делаем хорошую лучевую коллекторно-лучевую систему. Друзья, вы еще будете в шоке, когда вы узнаете, какую систему я заказал на котельную. Это просто бомба. Там реально все настолько космическое, компьютерное и программное, что это, ну, я восхищен. Монтаж оказывается еще проще. Я думал, тут будет что-то поинтереснее, посложнее. Оказалось, что здесь вообще легкотня. Тут все уже готово. Нужно только притянуть на свои места и все. И, в принципе, опять же, соблюдая уровень. Сейчас мы это все наживулем. Затянь. И будет прелесть. И начнем тянуть теплые полы. Ну, теплые полы, я говорю, тянуть – это только одно удовольствие. Это единственный момент. Соблюдайте метраж. Это важно. Нужно соблюдать шаг. И самое главное, друзья, ни в коем случае перед работой с теплыми полами не подстригайте ногти. Потому что мелкая моторика и подстриженные ногти – это кошмар. Такой лайфхак небольшой. На поверхней части у меня, как и в прошлый раз, будут находиться расходомеры. Поэтому я для них оставляю примерно вот столько места. Итак, я справился с первой задачей по установке шкафа распределительного. И теперь мы делаем первую комнату котельную. За ней мы сделаем прачечную. Зальем эти две комнаты, оставив определенный промежуток от коллектора до выхода. Небольшой, чтобы мы могли потом прогнать остальные комнаты. И следующей комнатой, наверное, у нас будет потом кинотеатр. И уже в конце зальем бильярдную. Я это так вижу. Овощехранилище, понятное дело, что никакой здесь не нужно трубы. В который раз хочу поблагодарить вас за ваши советы в комментариях, друзья. Была такая идея поставить спортивный круг для тренировки косых мышц спины. Поставить доску или ведро, а на нее доску, а сверху это все дело. Но у меня, к сожалению, такого тренажера нет. А если бы был, наверное, у меня не болела бы так спина, как сейчас. И я это взял, просто поставил на базу пылесоса Макита. И она работает. И она очень даже классно работает. Мне прям понравилось. Намного легче разматывать, чем я это делал раньше. Так. Ну, начинаем мы, как всегда, с подачи. Потому что подача должна идти вдоль стены. Обратка-обратно. Вот. Здесь не как в санузле. Здесь отопление у нас пойдет сразу. То есть и подача, и обратки. Если они не пачкай, то шубка не нужна. Если они тут пачкай все вместе, то шубку, конечно же, надо одевать. В моем случае они будут сейчас раскидываться прям максимально так развилисто. Поэтому шубу я буду пускать только на первых, там, 20 сантиметрах от коллектора. Дальше они уже идут на разветвление. Редактор субтитров А.Семкин. Так, самая низкая часть во всем этаже, подземном этаже, находится в том углу. Поэтому я сейчас замеряю высоту там. Отмечу маркером по лазеру. И начну ставить везде маяки под один размер. Есть еще один очень небольшой нюансик. Маяки обычно по комнате вровень не встают. Какое-то количество расстояния остается небольшое. Там нужно вставить вставку. Вставляется очень легко, защелкивается и все. Но суть в том, что я всегда делаю ее в начале, откуда буду вести провила. Потому что, если сделать наоборот, то провила в определенный момент стукнется об ступеньку и будет неровная часть. А когда делаешь набор, то она со ступеньки просто скальзывает и идет дальше. Так, производим процесс опрессовки. Как я это делаю? Очень просто. Закрываю все контуры, оставляю только один. Включаю. Все на проветривание. Загоняю это все в обратку. Когда из подачи польется, значит, соответственно, все. Контур наполнен. Я его закрою, открою следующий. Эти контуры пока все заглушены, потому что они пустые. Вот так. Все элементарно. На 100 метров трубы я говорил, что входит в районе 15, по-моему, литров. Кстати, у меня пару раз возникала такая проблема. Все скрутишь, давление дашь, и когда уже прокачаешь контур, где-нибудь тут начинает сифонить или капать. Проверка крайне простая. Но к американкам претензий нет. Они обычно не текут, они новые. А здесь просто закрыл. Я сейчас дал 15 бар. Посмотрел, соединения не текут. Отдаем это в систему. Так, как всегда, вырубали свет. Прошло 2 часа. Вот к чему мы пришли, только успели. Сейчас включили. Наверное, сегодня только эту комнату успеем. Ну, в вашем случае, вы, скорее всего, увидите и дальше. Классно, классно. Уже скоро кузовщики зайдут. Подключат нам здесь трубы. И останется обновешивать котел. Ну, вы все увидите дальше в видосе. Продолжаем монтаж трубы. И я столкнулся с проблемой, которую сам себе и создал. Какова красота. Я делал эту решетку. Сейчас она уже не нужна. Что мог, болгаркой отпилил. Оторвать ничего не получается. Ломами и так далее. Но у меня есть одно чудесное средство, друзья. Это вот такой подкатной дамкрат ДК-G01. В описании я оставлю на него ссылочку. А сейчас мы им кое-что полезное сделаем. Так, болгарка здесь не помогла. А вот этот товарищ нам поможет. Высота подъема 135. 300. Так, 135. Может, не хватить. Давай, родной. Давай, не подведи. Вы не представляете, какое это ощущение, когда ты просто садишься на свой велосипед и катаешься по залу. Это шикарно. Эхо появилось. Друзья, у меня прям горит большое желание снять вам коротенький видос о том, как это было весной и как мы празднуем осень. То есть, вот этот промежуток нашего замечательного лета, сколько работы было проделано моим горбом, который недавно немножко пострадал. Но уколчики меня вернули в строй. Ну, мы продолжаем работы по утеплению и отоплению нашего замечательного подземного этажа цокольного. Вот, тут же я сейчас буду холодную воду протягивать, но это чуть попозже. Сначала я немного... Сначала протяну там трубы в кинотеатр и... И, и, и... Изольем их, да. Потом будем тянуть уже холодную воду и надо уже подключать стиралку, надо уже какую-то ванну подключать, надо уже где-то мыть руки. Мы в конце концов бегаем к нашему хоздвору, чтобы помыть из еврокубов посуду и руки. Это, конечно, неприемлемо совершенно. В целом, результатом я доволен. Знаете, я специально хожу вот так по дому и показываю вам такие, ну, объемы, чтобы было видно, вот, что сейчас происходит. И вы увидели, что будет буквально через, там, месяц-два. Потому что дом сейчас меняется просто кардинально. Вот, буквально две недели назад у нас не было котельной. Сейчас она красивая, кафельная. И такая же скоро будет прачечная. Я думаю, что надо вот этот этаж допинать полностью. Здесь уже как-то устаканится, чтобы пыли было минимально. И переходить к дальнейшим этажам. Это, скорее всего, будет уже, наверное, спальни. Потому что там надо радиаторы поставить, там надо конвекторы подключить. Все это надо завести будет на котельную. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Я отвлеку вас на одну секунду, вставлю еще такие 5 копеек. Я всегда говорил про кнопочную старость. Я так называю свою мечту о старости. Она должна быть кнопочная. Чтобы я минимально делал свои затраты на различные движения, то есть лучше уж я на лыжах прогуляюсь до горы или до реки, чем я буду сидеть там и со своей котельной бегать туда-сюда, включать потише, погромче. Поэтому кнопочная старость – это самый кайф, когда у тебя все максимально заточено на приложениях. И вот к этому я и стремлюсь. И смотря наш канал, потихонечку, я думаю, у многих встает на места вот эти все понимания, как будет работать моя система. Но когда мы котельную смонтируем, я прям пальцем проведу вам по трубам и расскажу, куда что идет и как это все питает. Ну, конечно, система не будет максимально идеальной. Она будет заточена просто под мои хотелки. Потому что максимально идеальная система стоит очень дорого. И, друзья, если не сложно, где-нибудь в серединке нашего фильма поставьте на паузу, налейте себе кофейку и поставьте лайк. В идеале, если вы сделаете репост для своих друзей. Все, я пошел работать. Когда я начинал теплые полы крутить, я думал, это нереально. Я думал, это просто нереально. Я боялся. Сегодня же я могу заказ взять на кручение кому-то полов. Я боялся, что я сломаю трубу. Я боялся, что труба будет перетираться у меня об эти металлические штуки. И в комментариях даже один из подписчиков написал, что его напугали этим. И он на каждом соединении прокладывал полиуретановые прокладки, чтобы у него труба в дальнейшем не перетерлась. Ну, друзья, я понимаю, что у каждого свои тараканы в голове. Но поймите, вот труба вот так установлена, притянута и залита бетоном. Чтобы она перетерлась туда, ей нужно как минимум опускаться все время. Но она же не под давлением находится. Она же залита в форму. И в том положении, в котором она есть, она больше ни на миллиметр не должна сдвигаться. Поэтому волноваться за то, что труба у вас начнет где-то перетираться, это, ну, я считаю, конечно же, глупости. Музыка 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 Сюда, сюда, сюда Скорой есть? Да, еще букси по 50 метров Давайте покажись поставим Увидимся! итак друзья вся красота ко мне приехала и в ближайшее время я начну все это развешивать но прям сегодня мне важно для газовщиков показать место где будет находиться котел для того чтобы подвели правильно трубу вы посмотрите это не бойлер косвенного нагрева это просто деталь интерьера он он я не буду говорить фирму хотя вы сами все поймете по ходу движения я решил что вот в случае отопления фраза краилова всегда ведет попадалово она прям актуальна поэтому тут я решил не экономить и брать качественное оборудование это дорого реально дорого это стоит того красавчик он мало того что красавчик дак он еще и вечный по документам которые мне сделали ребята из компании 100 градусов здесь у меня указано что высота метр двадцать от основания котла но мы общались с николаем это техник из 100 градусов он не сказал лучше дело метр сорок пять потому что это будет для тебя с твоим ростом самый оптимальный уровень высоты чтобы можно было обслуживать котел чтобы было удобно с ним общаться и так далее и сейчас я наверное метр сорок пять и перенесу на стенку сделаю 25 сантиметров и здесь будет в районе там 50 60 сантиметров для чего это нужно для того чтобы можно было его обслуживать потому что иногда необходимо заглядывать с этой стороны и вот должен быть доступ у меня остается одно отверстие в стене это будет для отвода готовки то есть я все-таки еще надеюсь на то что мы здесь будем готовить собаки так ладно все время не тратим я начинаю монтировать и и и и и сегодня мы будем заводить газ в дом сейчас подъедут ребята из газпрома соединяться с трубой заведут мне это все в подвал кстати ничего себе вот это я блин вот это я накосипорил надо будет убрать сейчас леса как то чтобы они туда подошли хорошенько аккуратно зайдут в подвал и ну я дальше буду монтировать все отопление потому что мне все пришло и уже можно нашу котельную собирать конечно все будет поэтапно но вы следите наш дом растет наш дом меняется после того как мы соберем котельную скорее всего я сразу же переключусь на фасад надо будет закончить уже красиво наш дом весь оббить хаубергом пока не начались дожди и холода и ну и встретить зиму встретит новый год с друзьями в нашем доме на это моя мечта на ближайшие несколько месяцев наконец-то я думал что они едут ко мне но ребята развернулись схватил камеру прождал их час двадцать они едут не туда друзья ну вы же не туда едете это давайте обратно газпром это шикарнейшая компания я восхищен ей до глубины души час двадцать я прождал просто звонка в итоге мне сказали все они уже подъезжают к вам водитель видимо перепутал лево справа но это нас уже не пугает главное что они рядом сейчас они кому-нибудь позвонят потом восемь раз позвонят мне и в итоге они узнают что моя избушка находится в этой стороне пользуясь случаем пока весь процесс происходит я хочу показать наши бытовые условия как мы уже но он разворачивается как мы уже живем в общем мы переехали вот так у нас убранство все прекрасно из двери сделал мойку пока временно но круто все работает кстати такую штуку купил она это горячую воду включает делает сама это проточный водонагреватель ну и поменял качалку на грушицу для сына закупил еще труб ну вот мне ребята прислали ста градусов чешские трубы которые любят горячую воду ну вот так так и живем потихонечку мастер мастерим подъезжает вон они пруд в другую сторону поняли что немножечко ошиблись адресом вон они ребята едут едут шикарно я их уже встречаю тут все давайте друзья вот он я я вас жду работал тут будет проходите мезу денис очень приятно да очень не познакомились на правда пойдет вот так мне очень нравится все круто вообще прям здорово аккуратненько классно настало желтый покрасить это сделаю вечером белый хочу мне типа газ типа газ что так ну как всегда люблю показывать вам промежуточные этапы и блин здорово вот такие теперь идут новые счетчики раньше помните такие халабудин и ставили теперь вот а это уже датчик отключения газа в случае аварии газоанализатор по-другому он в цоколе обязателен так газ монтировали уже наступил вечер но наступил не потому что долго делали потому что я занимался определенными работами сейчас вам покажу так у меня попутно собирается щит но не знаю интересно вам нет если интересно пишите в комментариях я конечно же тогда вам расскажу здесь вся фишка этого щита это вот рк на реле контроль напряжения классная штукенция так идем дальше хотел вам показать чем я сейчас собственно занимаюсь мне скоро нужно повешать будет распределительный коллектор на этаж вот эти штуки креплением очень горячая тихо две штучки стоят 2450 рублей приблизительно где-то вот в этом диапазоне я подумал что для меня это час работы это для того чтобы навешать коллектор зачем я буду покупать за две с половиной эту штукенцию если я могу ее изготовить сам пойдемте покажу как это будет работать тут не хватает только финальные завершалки вот он коллектор кстати сразу скажу друзья и меня просили в 100 градусах об этом сказать точно так это о том что этот коллектор я не покупал в 100 градусов этот коллектор мне достался как вы помните еще какой-то зимней серии он мне достался прям дешево я его купил в своем родном городе конечно коллектор для завода он огромный с него я всего лишь сейчас использую раз два три секции и повешу гидрострелку и у меня по сути еще будет заглушена раз два три четыре секции для других насосных групп но не знаю жизнь длинная надеюсь и возможно они куда-нибудь пригодятся насосные группы к примеру вдруг у меня будет плохо тянуть пол о котором все пишут что у тебя слишком много трубы теплого пола и тебе не хватит так вот для успокоения друзья знаете у меня есть сегмент для того чтобы навешать насосную группу еще на дополнительно какой-нибудь там этажный теплый пол то есть иными словами этой зимой мы с вами поймем насколько комфортно мне будет вот с этой отопительной системы если будет плохо я конечно же все поисправляю и вам об этом еще не раз расскажу сейчас я доделаю крепление коллектора и обязательно сегодня его навешу на друзья я же не могу вам оставить без внимания инструменты которыми я буду пользоваться сегодня в этой работе я приобрел вот такую замечательную дрель но от любимой моей компании декора на 850 ватт и в принципе этого мне должно будет хватить для основных моих работ потом взял лазерный дальномер потому что очень много чего приходится замерять рулеткой одному порой будет не сподручно тоже компания декор называется он называется в лазерный дальномер я вам покажу его сегодня наверное не раз так и самая классная штукенция которая просто бомбическая я уже за ее покажу вы просто будете шоке это вот такая вот 125 аккумуляторная болгарка которая мечтал очень давно потому что с проводами джина бегался иногда бывает выходишь на улицу и приходится тянуть переноску с этой штукенцией причем там две батарейки в комплекте мне очень с ней просто сегодня вы тоже ее увидите ну или завтра но мы продолжаем крепить все это так начнем мы с дрели потому что именно есть час я и должен будет воспользоваться нам необходимо просверлить отверстие вот в этих местах и вот в этих местах как вы понимаете уже глубокая ночь но так как мы находимся в своем доме нас это вообще нисколько не волнует единственное уже хочется спать сейчас расположил бойлер так чтобы можно было подойти со всех сторон высота лазера это будет высота у нас самого коллектора следующей серии мы с вами начнем полностью все это расставлять вот такие замечательные получились у меня крепежки для коллектора самодельные но экономия на лицо две с половиной тысячи я не против экономии экономной но все следующей серии мы с вами все это начинаем развешивать подключать спаивать и так далее поэтому подписывайтесь на канал до скорых встреч увидимся в следующей неделе пока